Здравствуйте, дорогие ребята, с вами Валерий Болсиновский, еще один парень, Александр Филиппов, скоро будет писать. Это гарантия, 100%. Расскажу его историю, очень интересную. Валерий, здравствуйте. Мое могу случилось. Случилось на файле Shortcast на функции Render. Всю неделю, начиная с понедельника, с большим интересом, появившимся энтузиазмом, изучал функции в файле. Ребят, заметьте, энтузиазм всегда появляется, когда человек понимает, что он понимает, и у него получается. Только у меня прям так и называется Shortcast, я прям у него все писал, потому что Jupyter отказывается импортировать Django, но это не так важно сейчас. Даже если это файл Jupyter внутри проекта Django, то что Citing, в общем я решил не тратить время на поиски решения и использовать Shell в терминале. Открываем. Итак, сначала смотрим то, что здесь приятное. Функция, функция Render, функция имеет два обязательных позиционных параметра, Request и Template Name, и четыре параметра со значением по молчанию. Но слава богу, слава богу, вот тут и документация, вот тут все. А теперь история. Мы полистаем сообщения, потому что, ребят, если считать, что вот пришел, бац, и получилось. Не-не-не-не-не, не так. Саша пришел порядком. Еще его сообщения есть, если посмотреть. Это, если посмотреть, 13.08.22. Это получается у нас август, да? Он пришел в августе. Сейчас у нас март 23-го. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, заново, февраль, март. Теперь, что из этих месяцев? Из этих месяцев, вот, серьезно, он поработал месяц. Почему? Потому что, когда он пришел, пришли, он сначала начал заниматься, да? Начал заниматься, то есть, по сути дела, за последний месяц получился прорыв. Что было до этого? До этого, там как раз пошли сдвиги конкретные у второго парня Дениса, и, в принципе, на глазах Саши это все происходило. Но Саша тогда написал, я не нашел это сообщение, что я был на курсах Джанго, где ничего не понял, и в вашу школу пришел уже вымотанный, да? Вижу, что идут сдвиги. Я ему сказал, Саша, идите вы отдохните, школа от вас никуда не убежит. Займитесь чем-нибудь, хоть на рыбалку сходите, но переключитесь, что-то поделайте. Как отдохнете, приходите, будем заниматься. Вот прошло определенное время, начало работать. И сразу пошло, но не пошло не так. Сначала Саша пытался себя обмануть. Почему себя обмануть? Давайте почитаем. Это вот задание еще в августе было дано. Один класс, один здесь, скрытый атрибут, подчеркиваем, спереди, впереди методы. Что здесь вы видите? Давайте я вам самим даду. И Саш, тебе самому интересно. Давайте прочитаем сначала это. Смотрите. Это класс функции, посмотрел уровень выше, фал добавляет метод окно, скрытые свойства, показать. Стоп. Вот логику улавливайте. А теперь смотрите вот это. Функция имеет два обязательных позиционных параметра, request, template, name, четыре параметра со значениями по умолчанию. Вот это язык программиста. И человек понимает, о чем пишет. Потому что, я сейчас скажу, он был и в документации, и в исходном коде. Саш, вот смотрите. Ведь у вас знаний море, да? А точки входа не было. Теперь, что раньше с вами происходило? Что было не так? Очень четко видно. И вы теперь это поняли, я вижу. Ну, давайте возьмем тот файл, который вы сейчас с ним работаете. Да? Жанга, так как мы работаем с функциями, шоркаст. Вот эти функции он описывал. Понятно, что есть исходный код. Работать надо с документацией с исходным кодом. А вот он здесь. Когда ранее Александр изучал джанго, он перекладывал только все на логику джанго. А что он делает теперь? Теперь он джанго, только смотришь, что делает. Но перекладывает все, что происходит с джанго на логику Пайта. Вот он, правильный подход. Вот эта мелочь, которая произошла у него в голове. Иными словами, когда он начинает работать, вот допустим, как я объяснял функцию, да, getObjectOrg404, его в первую очередь начинают интересовать параметры, что они означают, что это делает джанго логически. Но читает он сейчас это на языке программирования Пайта. То есть, все правильно. Это как джанго, как книга, а язык программирования, как азбука. Когда мы знаем азбуку, мы можем читать. То же самое и в программировании. Ну ладно. Саш, вы поняли, да, но на этом нельзя останавливаться, и здесь надо закреплять. Я давал это видео, я думаю, будет. Вот здесь ребятам функции начальные. Поэтому, с этим понятно, да? Теперь, ребята, смотрите, хотел бы затронуть пару новичков, пришло. Просто, чтобы понимали. Сейчас я отвлекусь немножко, потом про Сашу дальше поговорим. Смотрите. Есть уроки, да, человек делает уроки. Человек делает уроки и работает, работает, погнал, погнал, погнал. По Пайтон, по всему. Что помогает школа, кроме этого? Найти свой путь. Что тормозит человека? То есть, кроме урока, ведет работа в группе. То, кто работает в группе. Почему? Потому что спрашивали. Вот сейчас совет даю Паше, сенатор, да? Ну так подписался человек. Валерий Иванович, я про систему перестанавливал. Добрый времени суток. Прошу прощения, подскажите, пожалуйста, не разобрался с домашним. Вижу работа ребят в группе, а так, чтобы ваше оригинальное не получается найти. Паш, смотрите. Есть уроки, и там есть домашние задания. Но тот, кто еще работает в группе, вот я вам дал задание, опишите файл. Тогда будет видно, что у вас страдает, да? Поймите, что надо понять. Надо работать определенное время в группе, чтобы разобраться, да? Потому что, когда человек начинает описывать исходники, работать с исходниками, вылазят все эти причины. И тогда уже я человеку даю конкретное задание, куда ему копать. Я надеюсь, Паш, вы меня услышали. Тоже старается Денис, пришел второй парень, студент. И то же самое вас касается. Многие ребята просто смотрят за ребятами и делают их задания. Например, в следующем видео мы поговорим о Сереже Филькине, по-моему. Тоже интересная история. Итак, понятно. Пошли дальше про Сашу говорить. Еще отвлекусь Павел Сенатор и Денис. И Денис. Ребята новые пришли. Вот смотрите. Ребят, вам надо в первую очередь, что давайте, если мы затронули, да? Вот здесь есть раздел с нуля. Вы открываете этот раздел, вход в языки, функции Python. Дальше уже определяете, переменные знаете, но вы сейчас запоминаете. Чтобы вы не знали, на каком этапе не были, в любом случае, вот там идут, начало идет дальше, с девятого урока, функции, параметры, аргументы. Вот это от вас должно отлетать. То есть, уже под них дальше подтягивайте. Там, если не знаете, переменные, то есть, собираете под функции и все. Понятно, да? Вот с этого начали. И описывайте файл. Вот я вам дал файл. Я вам дал файл Павлу Синатору. Вот этот профессиональный файл. Тога, да? Я вам дал виндов, по-моему. Описывайте, как понимаете. Я вам ничего сейчас не скажу. Все, что вы опишите, будет понятно, что у вас страдает, сразу все повылазит. И не надо стесняться, не надо бояться. Никто не укусит, не побьет. Хотите, не обманывайте себя. Не надо у ребят подсматривать. Пишите с головы, что вы видите. Потому что, если вы вдруг себя обманете, то все равно, что вы не будете владеть знаниями. Не будете знать, что исправлять. Договорились. Ну все. Итак, первая ласточка того, что человек будет писать вполне конкретно, что человек в функциях Джанга начал видеть Пайтон. Ребята, это увидят все. Просто у каждого это происходит по-разному. Главное, человек натолкнуть на это, да? Вот именно в этом и помогает наша школа. То есть, как человек только ухватил вот эту мысль, то есть, пошла вот эта, он понимает, что видит, да? То все пошло. Все пойдет. Сначала, но у Саши тоже, я почему говорю, тоже не сразу все пошло. Сначала он пытался себя немножко обмануть. Он проделал задание. Я давал вообще задание Денису. Я так понял, Александр довольно давно у программирования, видно, что он быстро схватывает. Но у него не было корня, понимаете? То есть, мелочи вот он не замечает. Видит структуру, видит, понятно, и все. Документации избегал, исходный код избегал. То есть, работа программиста вообще не делалась. И вот задание какое. Вот при начале изучения классов я какое задание даю первое людям? Поработайте вообще по любому учебнику, лучше с документацией. Выберите, как вы собираетесь работать с классами. То есть, я хочу понять, что человек вообще начинает видеть в классах, да? Вот как бы план составьте. Что делает сначала Александр? То есть, первый файл он присылает, в принципе, то, что, ну, где-то вот, то, что видел, то, что знал. И, в принципе, в файле не описано то, что имеет значение. Ни по атрибутам, ни по сельф, по сути дела, ни почему. То есть, видно, что классы плавают капитально. А второе по плану, что присылает? Так, секунду. Просто текст документации. Нет личной работы. По сути дела, просто сделал быстро, но обманул себя. Поэтому понятно, что такой план не учитывается. И я вижу, что толку не будет. Единственное, что я написал, я заставить же человека нельзя. Я сказал, Саш, я могу только порекомендовать. У вас нет почвы под ногами. То есть, но все-таки Саша походил, походил и подумал. Валерий, здравствуйте, я понял, о чем вы говорили про почву под ногами. Как раз тогда вышло вот это видео про функции, да, где как раз таки вот это начинает с конкретики и то, что Саша всегда упускал, да. А эта конкретика предполагает работу с документацией, работу с исходным кодом. То есть, надо тотально разбираться. Понял, что ее нет. И понял провальность своего предыдущего подхода. Объять не объятое, непонятно с какой целью. Абсолютно верно, сделал вывод. Но важно, что этот человек увидел сам. Смотрю, ребятам дал нам задание. Думаю, мне надо тоже с этого продолжить. Правильно думаю. Ну вот я ему написал, Саш, в файле кода, который вы послали, кусок кода, в файле ДОС, переписки ДОКИ, а где ваши мысли? Тем не менее, совершенно, когда человек, в данном случае Саша Филиппов, начал работать, да, вот именно сосредоточился на конкретных вещах. И начал с функции. Ребята, еще раз повторяю. Вы можете сколько хотите открывать и проходить, как делает это большинство людей, которые писать точно не будут, понимаете, пока не изменят подход. Как делает большинство людей. Пришли на курсы, послушали уроки и прошли весь язык там. Ходили там 3 месяца, 5 месяцев изучили. Преподаватель там рассказывает бла-бла-бла, функции, бла-бла-бла, типы данных. Иными словами, лучше бы вы сходили на рыбалку или то, что вы любите. То, что вы делали, просто ходили, это никому не надо. Ребят, это не запомнится. Чем отличается подход школы Бавсуновского? Есть важные вещи в языках, например, функции, которые должны отлетать, читаться, логически восприниматься. Потому что, когда мы открываем абсолютно любой файл, абсолютно любого языка, что мы видим? Функции либо методы. Если у нас нету скрупулезного понимания и считывания на лету, то никогда, никогда мы писать не будем. Понятно, что из этого выходят следующие две причины, ребят. В исходный код мы не пойдем, ведь мы там ничего не понимаем. Там же ничего кроме функций нету. А мы их не знаем. Мы же ходим, не ходим, ходим там на занятия и нечто там делаем. Сегодня мы изучаем тему типы данных. Новичок сидит и, как я говорю, ему летающую тарелку сто раз легче представить, чем типы данных. Ребят, ну, сложно? Не сложно. Давайте дальше думать. Посему. И вот человек иногда год-два ковыряет. Не что ковыряет там, ему кажется. Что кажется? Если я буду заниматься программированием, что-то делать в этом направлении, то я буду когда-то писать. Здесь единственное правильное слово «когда-то», но не факт. Ребят, вот смотрите. У вас есть автомобиль. Если вы будете ходить, что-то делать около автомобиля, то вы обязательно станете, допустим, прекрасным автомастером все причины. Определите. Нет, надо брать конкретно и делать тогда двигатель, если вы хотите в нем разобраться. Брать, менять самому свечи, брать, менять самому фильтры, брать, менять самому поршни и там и все прочее. Только тогда. Когда в языке программирования подход, проход, прохождение по порядку не влияет на практику и не работает. Потому что на официальных сайтах документация и учебники устроены в виде справочника. Это оправдано. Но обучение нельзя вести в виде справочника. Вот когда, вспомните, ребята, особенно будет понятно, кто учился на автолюбителя. Скажите, пожалуйста, что вы вынесли из занятий, когда вы сидели в классе, вам там вывешивали схемы, как там работает двигатель. Ну да, примерно, да. Мы знаем, что там внутри сгорает топливо, на этом все. Но скажи вам, когда новичку откроет двигатель и скажи, а покажи-ка мне стартер. И он его хрен там найдет. Да он еще и навряд ли может знать, он прослушал там. А вот если взять его руку и сказать, чтобы грязи там было, да. Во, во, видишь, вот это стартер. Вот, видишь, он заводит. То есть на него напряжение, он будет крутить. Вот тогда он это запомнит. А если его еще загнать под машину, дать ключ и открутить, о, он на всю жизнь это запомнит. Если сказать, вот эта пробка мысляная, вот ты пришел к двигателю, вот смотри, жидкости смотри, вот тут у нас охлаждающая, вот столько должно быть. Вот у тебя мало долей. Вот тогда человек открыл, взглядом окинул, все, у меня все нормально, поехали. Ребят, абсолютно то же самое в языке программирования. Есть вещи, которые нужно выделять. И, в принципе, не надо ходить далеко. Вот открывайте файл, они сами за себя кричат. Методы, функции, в любом языке. Вопрос в том, что мы не знаем, что в этом изучать, каким образом изучать, в этом и помогает школа. Теперь, Бавсуновского, теперь пошли к Саше обратно. Итак, причина мне была сразу понятна. Да, у Саши голова варит прекрасно, потому что он быстро разбирал декораторы. Так, так, так. Это рецепт, это другое. Все соображал, да? Ну, язык сам себе, а все остальное само себе. Делаем причину. Откуда появилось его могу? Еще раз, да, ребят, чтобы вы поняли. У вас, может быть, это немножко по-другому. У каждого свое что-то, понимаете? Так, в моем файле функции на функции всю неделю, начиная с большим интересом. Иными словами, наконец-то начало, произошло то, что и должно было произойти. Ребят, но у меня это произошло тоже когда-то. Это было давно, в далеком, может, 2009 году. Ну, когда я открыл файл Джанго, и там были файлы настройки, было там, ну, вот так, да, и бла-бла-бла. И я жене показываю, вот это что? Она говорит, ну, ерунда некая написана, билиберда. Я говорю, это строка, и я ее вижу. Ну, все, в тот момент он у меня был переломным. И вдруг я начал понимать, что я вижу, что я не вижу. Ну, понимаете, да, это большая радость для него. Вот у него сейчас это произошло. Раньше язык был, ну, как бы он был чужой для него. А сейчас файл начинает петь. И в это время человек начинает моментально валиться в фишки, осознавать. И здесь давайте посмотрим, что он начал делать. Он начал работать с документацией. Раз, с исходным кодом. Два, читать, что делает Джанго. Ну, читать это на языке Python 3. Для этого он начал работать с функциями конкретно. Пойдем дальше. Так, это мы смотрели. Почва под ногами. Это момент, когда, в принципе, человек сказал себе, пора. Да, почему? Ну, ведь на глазах же много ребят развились. И у Саши, ни один ребята из вас из школы, и кто придет в школу, ни хуже, ни лучше. Это всем по силам. Вы в жизни делаете намного вещи сложнее. И самое главное, в жизни вы ведь именно рассуждаете так, как и надо рассуждать с языком программирования. Понимаете? Когда, вот приведу пример конкретный. Когда вы чините автомобиль, вы же не садитесь, не читаете всю книгу. Если у вас выявили причину, и надо что-то там поменять, свечу ту же, вы разбираетесь, как менять свечу. Ну, утрирую, да, так. Конкретно. Или читаете там, как заменить там чего-то еще. Или, если там у девчат сломалась иголка там в свейной машине, они же не читают принцип работы машины, если им надо конкретно поменять иголку. Начинается с какой-то конкретики. Эта конкретика должна приходить. Но самое главное, что человек зачастую теряется. Он изучает, у него все это замыливается. Он открывает файл и не видит главного. Вот, ребят, тест. Ну, откройте. Ну, если вы не читаете файл, чем вы занимаетесь тогда? Непонятно, да? Вот-вот. И сказать себе, вот, если я буду заниматься, там, решать на неком сайте примеры, то я буду когда-то программировать. Ребят, да не будете. Не будете, пока не измените подход. Вы пока просто-напросто знакомитесь с языком, и вам комфортно. И вы себя обманываете. А смотрите, понадобилось, сколько время Саша отдыхал, понадобился один месяц, чтобы он начал писать. Один месяц. Надо было выявить конкретную причину. Но еще надо было его желание и его умение увидеть, да? Это все. Когда он увидел, давайте посмотрим, понял, да? То есть начал видеть то, что я вам рассказывал. Теперь посмотрим еще один момент, способ работы. А! Одно из заданий было эта работа с функциями с разными языками. Потому что, когда человек начинает писать функции на одном языке, понятно, что он может писать их сходу на других языках. Сам секрет я сейчас не проговорю, почему это важно, но в школе ребята знают. Так. Вот этот файл нам интересен. Ну вот, Саш, вижу. Потому что способ изучения языка через исключения. Язык с нами общается через исключения. И именно через исключения для нас язык дает понять, что правильно, что нет. И наша задача, в первую очередь, построить обучение таким образом, чтобы оно шло через исключения. Но вопрос в том, что большинство программистов, которые будущие, да, программисты, ребята, вот я вас спрашиваю, вы что делаете? Вы же стараетесь избежать этих исключений. А не дай бог попалась у вас паника, домашние, хавайтесь все. Все, у меня не получается, у меня ошибка. И дальше вы идете на переполнение стека. Ну, решение исправить ими аргумент на то, которое определено в функции. Но ведь, но вот это уже человек занимается языком программирования. И я скажу, Саша писать будет. Это гарантия. Если он догонит до конца функции, если он все-таки сейчас, Саш, ну, доделывайте все по этому заданию. Сейчас, сейчас все в ваших руках. То, что вы готовый программист, я не сомневаюсь. То, что у вас пойдет. Но если вы сейчас не догоните, не додавите функции, да, не выведете их на должный уровень, то просто-напросто вам будет тяжело. Писать вы будете, но тогда будете писать хреново. Но если вы все-таки доделаете функции, будете работать с исключениями, проработаете разные языки и все-таки доделаете задание научить, которое я давал писать свои функции. Допустим, брать библиотеку Пилову и писать свою функцию для использования этой библиотеки. То есть доведете их до ума. Мы с вами говорили, поправим. И будете опираться на две вещи. На исходный код и на документацию. При этом должно произойти что? Вот когда я сейчас тоже дам эти уроки, заметьте. Вот здесь я специально писал для школы, это для новых, говорю, ребята. Крутой Python. Для того, чтобы люди могли взять планку. Ребят, если вы собираетесь писать профессиональный код, то давайте хотя бы на него посмотрим. И заметьте, если вы будете смотреть видео, то мне комфортнее было быть в исходном коде, а не в документации. Понимаете, почему? Потому что в исходном коде все понятно. Но это, это, ребят, сейчас скажу главную фразу. Вот только. Но это. Будет понятно, есть ли у вас функции на высоком уровне. И я знаю, что сейчас подумали многие ребят. А, я сейчас пойду в функции. А не факт, не всегда видно. Вот понимаете, у Дениса было одно. У Саши совсем другое. У одного проблема была с функциями. И у второго была проблема с функцией. Но у одного был переизбыток информации. У Дени, что там голова забита. У него столько информации было. А начало не было. А начало не было. То у Саши тоже проблемы с функциями. Но причина другая. Тот знает язык. Пытается с Джанго понять логику. Но не пытается совместить. Я вижу Джанго, но читаю это на языке Пайтон. Понимаете? Это у него выпадало. А почему выпадало? Потому что не было отточенной функции. Он их не читал с лету. Понятно, что значит он не пойдет в исходный код, значит он не пойдет в доки. Он пойдет куда. А вот написал был парень. Спасибо ему. Вот смотрите. Написал был парень. И Краснова. Я писал о нем. Я год назад прошел ваши курсы. Сейчас я скажу на что заострить внимание. Я ведь это потом Саша сказал, после этого его пробило. Может и вас пробило. Переосмыслил подход к программированию. То есть ребята, ведь человек сделал правильно. Понимаете? Подумайте, где вы сейчас? Почему не получается? Надо первую мысль себе вбить, что надо поменять подход. Школа Босновска, кстати, здесь как раз таки и пробивает. Раньше видосы, книги Google. По итогу я стал просто, как не знаю, быстро все понимать, когда пришел в школу. По итогу через полгода купил, проходил все. Все прошел. Я знаю два языка, питон и го. Потом я изучил за два дня и начал просто писать на нем. Правильно. Вот такое именно происходит. Когда ты начинаешь работу с двумя языками. Начинаешь, например, функции писать четко на одном языке. То на втором ты их сто процентов будешь писать. Убрался у человека страх. Устроился на работу. Через три месяца уволился. Не подняли зарплату. Аши... Вот что, смотрите. Ошибы больше не боюсь. Дальше. Иди смотри исходники. Не понял, тогда доки. То есть совмещаются исходники и доки. Но тогда же я как раз Саше и написал. Я написал. Я это правда написал. Ребят, я точно не знаю, сколько людей устраиваются на работу в нашей школе. Но все, кто со школы выходит, у кого пробивает, это становится профессионалами. Это сто процентов. И дальше я Александру написал. Так. Так. Я еще, Саша, тогда написал. Джанго. Почему вот? Джанго вы должны понимать только логику. А вот из чего и почему происходит, все и читается знание Пайтона. Именно то, что мы сейчас как раз таки начали наблюдать, это уже физически. Да? То есть то, что начало происходить. Конкретное место, конкретное время, конкретный код, конкретное, что должно происходить. Что передаваться. Начало работать. Саш, значит, буду заканчивать. Какие рекомендации я вам дам сейчас. То есть то задание по видео вам надо делать до конца. Дальше вам надо себя проконтролировать уже. Вы это четко поняли. То есть доделать до конца функции. Поработать с разными языками. По крайней мере, по минимуму, JavaScript. По минимуму, поработать хотите с Go. Но несколько языков хотите с Kotlin. Это уже ваше дело. Да? Какие больше на душу лягут. Ну, хотя бы два, два, три языка. Именно с функциями. И следующее я вам говорил, хотел сказать. Но теперь скажу точно. Вот сейчас вы работаете с функцией. Саш, помните, вы меня давно спрашивали. Вот сейчас я вам говорю. Сейчас время. Да? Тогда вы это послушали. Ну, и сами себе. Сейчас вы работаете, кроме того, что доделываете функции. И для вас сейчас идет подготовка к работе с классами. То есть то, что вы готовый программист, это я уже вижу. Да? Все зависит от вас. Важно сейчас опять не побежать. Должны себя тормозить. То есть контролировать. Как только вы замечаете, что не происходит две вести. Нет моментального считывания раз. И вы не знаете, путаетесь, любой фрагмент найти в документации. Да? И открыв его, вы четко не понимаете, что... То есть документацию контролируете, что вы понимаете, о чем там пишется. Да? То есть исходите из своего кода, как я говорил. Так вот сейчас откроете вот этот файл. А нам надо открыть сейчас функции. Да? Вот мы открыли функции. Просто жанр разработчики написали уникальную форму. Вам сейчас надо добавить сюда if-else и такую конструкцию, как try-accept. Помните, вы спрашивали. Да? Эти две конструкции вам хватит на все случаи жизни на первое время. И то, что я говорил Денису, итераторы. Почему? Потому что... Сейчас объясню. То есть, ребята, это уже я для новичков говорю, которые смотрят видео. Понимаете? Если вы будете изучать, допустим... Вот сегодня мы изучаем if-else. Это все пустота. Вот сейчас Саша уже практически изучил функции. Вот есть уже... Что? Есть тот момент, когда ему надо просто указать, что... Саша, вот сейчас желательно взять вот эту конструкцию, потому что она для него понятна. Он ее уже будет с параметром применять, да? Как палочку-выручалочку. Пару конструкций достаточно. Потом будете расширять по необходимости. Это один момент. Второй момент еще. То есть, ребята, вы поняли. Есть конструкции, которые надо изучать досконально и сразу, есть которые остальные смысловые. И плюс еще, что в голове у каждого свои мурашки. Я же привел два примера. Был Денис, у которого свои, да? У которого масса знаний, но не было входа. Был Саша, вот второй парень, у которого был другой глюк, который надо было на место поставить. Он, в принципе, неплохо знал питон, неплохо знал. Как только доходило дело до конкретной библиотеки, у него это все разнилось. Он пытался вот как-то каким-то своим образом понять, вместо того, чтобы читать, допустим, Джанго, но, видеть логику Джанго, но читать это на языке Пайтон, да? То есть, вопрос, наверное, сейчас у тех ребят, которые спрашивают, а надо ли знать Пайтон, чтобы изучать Джанго, наверное, отпал. Можно и не знать, ребята, это же ваше дело. Но потом будете, как, не знаю, сами понимаете, да, нихрена не понимать. Саша, надо задание дать. Саш, сейчас я бы на вашем месте вот что бы сделал. Это было бы самое полезное, да, прежде чем переходить к классу. Куда я задел это все? Сейчас вам надо подготовить свои мозги к восприятию классов. Ну, то есть, сейчас я говорю конкретно для вас, и это надо услышать. Первое. Повторяю уже, да. То есть, функции вы доводите до блеска. Дальше вы с ними продолжите работать и в классах, но уже как с методами. Но сейчас доводите до блеска. Не торопитесь. Отдайте еще один месяц. Хотя вам кажется, что вы все знаете. Просто-напросто работайте больше с документацией. Тупо все ищите в документации, чтобы набить руку. Теперь давайте откроем кое-что еще. Так, нажимаем здесь документация и ищем глоссарий. Так, секунду. Теперь смотрите. Открываем глоссарий и находим последовательность. Смотрите. Сейчас у вас будет эта проблема. Она вылезет. То есть, я видел, что с типами данных работали, но работали, как бы, знаете, во сне. Сейчас объясню я ребятам новым это все. Ну, 14 лет работы. Через 10 лет человек и так все видит. Но 10 лет можно сейчас все это делать. Тогда через 10 лет будете ай-яй-яй делать. Так, я, похоже, промытал. Вот. Значит, последовательности. Это, как вы видите, списки, строки, кортежи, байты. Да, и так же можно передавать, но это не последовательность словарей. Но сейчас мы это не берем. Сейчас бы, Саш, я на вашем месте добавил итерации, да? Обязательно добавил итерации. Почему? Вот смотрите, что получится. Здесь у вас рекомендация. Так раз, разные вещи, но сходные с Денисом, да? Все, большинство вопросов, если вы начнете смотреть, особенно файлы Джанго профессиональные и другие библиотеки, все потом решается при помощи итераций. Где-то удалили элемент, где-то добавили и убедиться все по итерациям. Так вот, 90% будет решаться при помощи итераций. Если вы меня сейчас послушаете, то вы профессионалом станете довольно быстро. Ну, сравнительно, как сможете сосредоточиться, да? Потому что при подходе к классам, Саш, это я вам говорю и говорю сейчас, хочу, чтобы вы меня услышали, именно услышали. У вас не должно внимания быть, сейчас покажу, на логике функций уже, на итерациях не должно быть, да? У вас должно быть, внимание быть, когда подходите к классам, как вот мы сейчас начали работать с Денисом, да? С Димой из Белоруссии, с своей торнадо. У вас должно быть, внимание будет только, в первую очередь, на атрибутах, да? Но при этом, вот это внимание на функциях уже не должно забираться, оно должно считываться, да? Поэтому я говорил довести. И если вы не доведете сейчас, сейчас тот момент, когда вы можете просто пройти итерации, вам функция будет веселее писать. Здесь надо пройти итерации, используя следующие вещи. Открываете. Открываете. Нет, нет, нет. Открываете стандартную библиотеку. И сначала начинаете. Типы итераторов. А потом. Потом. На итерации надо отдать ровно 30 дней. Отдельно. Но вы их, получается, когда вы будете тренировать итерации, тренируете их в функциях. По этому функции у вас подтянутся автоматом. И работаете с итерациями. Какого уровня надо достичь? То есть, по сути дела, вы должны смотреть на итерацию, вам все понятно. И четко уже документация уже пришел, быстренько подсмотрел. То есть, запоминать это все не надо. И третий момент, опять говорю, то, что делал Денис. Открываете исходник, лучше всего Джанга. И описываете уже, как я это говорю. Это итога. Описываете 5-10, значит, со исходного кода, 5-10 примеров использования, поиск элементов и так далее. Описываете для себя. Выбираете, как полуфабрикаты, я говорил. Надеюсь, слышусь. Дальше подправим, что не поняли совсем. Ну, почему я вам это говорил? Потому что на этапе, когда вы будете... Я это последовательно что делать? Ладно, не буду искать сейчас. На этапе, когда вы подойдете к классам, вам надо полностью на место поставить типы данных. Типы данных поставить вот таким способом. Сейчас хочу, чтобы услышали меня. Ну вот. Вот таким способом. То есть, иными словами, сосредотачиваясь в свое внимание только на методах. Сейчас хочу, чтобы поняли. Они просто услышали. На методах поняли, услышали меня. Сейчас объясню для новичков. И Саша услышит. Значит, придется открыть. Смотрите, ребят. Вот вы приходите на курс. Как правило, на любых курсах вам начинают рассказывать сразу с типом данных. Так вот. Я ж не против. Потому что, видно, меня не понимают более опытные программисты. Но, когда на курсах вам дают типы данных, да, строка, там число, список и так далее. И дают, вы только с ними знакомитесь. Это все ерунда. В чем здесь неправильно? Преподаватель желательно должен проговорить. Ребята, типы данных мы будем изучать. Три этапа. Сейчас, когда вы только знакомитесь, вы не способны понять типы данных. И поэтому мы будем изучать первый этап сейчас познакомить, второй этап с функциями, и третий этап при работе с классами. Почему человек не может сразу понять типы данных? А это вы сами проследите. Когда вы изучили типы данных, вы начинаете долго соображать, а что там умеет строка, а что там умеет список. Но ведь это же ерунда. По сути дела, вы изучаете вначале типы данных для того, чтобы с чем-то там ковыряться. Достаточно, допустим, тех же строк вначале. Но на самом деле все это банально просто, как проще паренной репы. Если мы изучаем функции, изучаем, начинаем изучать классы, то мы уже на этом этапе полностью ставим на место типы данных. Только сейчас. Почему? Вот он ответ. Потому что мы здесь видим при работе с последовательностями, что мы видим, допустим, методы с двумя нижними подчерками. То есть это идет с работой с классами. Поэтому в начальный период вы это не можете знать, и они не дойдут. А теперь то, за что вы сейчас поставите лайк. Ребят, а нахрена вообще изучать, вот как многие изучают, а что там умеет делать кортеж, а что список. Так вот здесь все описано. Значит, первое последовательство это итерация, второе подсчет и третье извлечение по срезам. То есть уже вот я вам сказал, что умеет все эти типы данных. Поэтому если мы зайдем в лист, она будет иметь в список то же самое, что будет иметь кортеж. Единственное, в чем они будут различаться, не единственное, но одно, это в методах, да, и правила применения. Но вот на этом этапе, чтобы это было легче, да, Саш, вот тут я вам сейчас говорю, итерации надо изучить сейчас, подойти к ним, чтобы потом просто использовать. Тогда у вас это не будет забирать внимание, тогда все пойдет как по маслу. Почему? Потому что после этого, когда вы подойдете к классам, классам, что начинают классы делать? А начинают тоже ерундой заниматься. А какой ерундой? Ерундой начинают заниматься. Что, вот посмотрите, что вы написали здесь, да, знакомство. Вот в принципе написали большинство людей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, это там мы смотрели, да, где вы описывали файлы, присылали первичные задания. То есть, чего-то так, да, ни о чем тогда, когда вы ООП пытались сделать, да, ни о чем. А почему ни о чем? Потому что, Саша, вы теперь понимаете, почвы под ногами нет, а почве является функцией, потому что дальше все это работает с методами. И это относится к любым языкам, которые используют функции либо методы. А это все современный язык, который мы изучаем. Иными словами, пошло у вас неразбериха. И вот так бы не писали еще сто лет. Оказывается, молодец, что додумали, и вы готовый программист. Вы сейчас, вы уже программист. Я вам много проговорил. Вот теперь давайте закончим, да, мысль хочу закончить. Вот смотрите, вот учитывая то, что я сказал, вы будете подходить к классам. Как вот мы с Денисом подходили. А к классам надо подходить 9.3.2, по-моему. Да. То есть, классы поддерживают два вида операций, ссылка на атрибут создание экземпляра. То есть, вот с этих подходов, да. И здесь мы сейчас не будем говорить, уже не полезем вперед про сельф. Про сельф вы вроде писали, да, все правильно, но без понимания. Понимаете, атрибут надо ставить капитально, как функцию на место. Это уже потом будем говорить. Я сейчас что хочу еще заострить внимание. Еще раз то, что я говорил ранее. Саш, если вы сейчас упустите функции, и все-таки это уже, считай, опять запутаете. Но если вы пройдете функции и выполните рекомендации, которую я вам дал, возьмете итерации те две конструкции, функции у вас сами на место станут тогда, да, уже укрепите. И подготовить себя к классам. И тогда в тот момент, когда вы перейдете к классам, перейдете к классам, тогда заострите внимание на атрибуте, все, что вы прошли, должно уже быть, читаться в исходном коде, читаться в документации, то есть пойдет по маслу. Но, я сейчас знаю, зачем говорю, Саш, я знаю, поэтому я говорю, Саш, тебе, именно тебе, все плюс-плюс, ни-ни-ни, вот с того момента, когда атрибуты, пожалуйста, сейчас не теряй время, потому что я дал задание, я ж не зря, и Сережа Филькин, все ребята, вот ему надо уже, да, я ему сказал. Сейчас. Смотрите, пишет парень. Валерий, здравствуйте, я хотел вас поблагодарить, ну, Си мой первый язык. Вы мне открыли дверь Си плюс-плюс, пока я вам файл не присылаю, так как у меня быстро не выходит разобраться. Понять, что делать, во-вторых, пришел сюда за определениями, иными словами, вот смотрите, ведь вы видели, Саша, какой файл прислал Дима из Белоруссии? Он прислал, где можно было читать и просто балдеть. Читаешь и кайф ловишь. Так, про Диму ж надо сказать. Вот когда Дима прислал файл, хотя полгода назад я про него видео писал, дам, да, полгода писать, он вообще написал, что я три года изучаю, но я не знал, что функции главные. Ну, а здесь вот все, когда он прислал, да. Сейчас, секунду. От чего можно кайф сразу ловить? Атрибут экземпляра класса А правильным значением параметра А. Вот. И балдю сижу. Ой, какой кайф читать такие описания. Человек понимает, о чем говорит. Вот ему надо. И ему надо, я сказал, Дима, вот сейчас надо в С++ с указателями. И я, я ведь как в воду смотрел, смотрите, что произошло с парнем. Он уже писать начал, он уже два языка гонит, да. Поэтому, Саш, я вам говорю, С++ пока не ногой. Запутайте себя. Открыл дверь С++. Потом я ему описал, это про Диму я говорю. Да, все верно, вы вначале мне показали функции. JavaScript, других. Потом обратили внимание на чтение документации исходного кода. То есть, последовательно, да. Я впервые от вас узнал, куда смотреть и на что смотреть. Саш, ну слава богу, вы тоже это уже знаете. Я был в исходниках JavaScript, но да, Meteor, React, он любит JavaScript, ну и слава богу. Хотел вам написать, что нашел файлы Python в этих словах. Просто об этом еще не успел. Я искал примеры профессионального кода, в общем, прочитаете. И дальше я ему сказал, Дима, зайди с указателей. Ведь ты поймешь в любом языке, бери JavaScript, бери коды, ничего не придумали, как принцип сделать, как указатели, да. Да когда в С++ разберешь указатели, они совсем не сложные. Хотя, считай, самое сложное, но когда ты подошел к этому моменту, и тебе надо разобраться именно с этим, то ты начинаешь это понимать в голове. И что человек начал видеть? Здравствуйте, пишу вам, чтобы осталось в памяти. Уже несколько слов об именах и объектах. И что интересно, между строчек теста я вычитываю такую вещь. Несколько имен могут быть... Это Python, кстати, привязаны к одному и тому же объекту и в других языках. Это называется псевдоним. Дальше идет еще интереснее и заметное. Проработать с неизменяемыми базовыми типами, бла-бла-бла, однако оказывает неожиданное влияние на объекты, да. И так далее. То есть, смотрите, вот в данном случае, Саш, я вот почему тебе говорю, что всему время и место. В данном случае для Дмитрия, своей торнадо, да, когда он описал четко файл, начал видеть, то там в домашнем задании было немножко, вот это вот, немножко у него между последовательностями и множествами, да. Вот тут я четко понял, что ему не хватает знаний и понимания ссылки на объект. И он ее может, эти знания, получить в C++, то есть реально, да, как себя представить, как работают программы. А зачем это мы делаем, Дим? Дим уже понял, да. Почему? Потому что сейчас он начнет задавать вопросы. А если он учит жизнь, он когда сказал, мне интересен JavaScript, это вообще там жизнь необходима. Там вообще объект может меняться, да, в памяти. Иными словами, Диму надо вывести на тот момент, чтобы он всегда задавал вопрос, куда указывает ссылка, меняется ли объект. Он это начал видеть, хранение. И здесь язык, ребята, не имеет значения. Это C, это C++, это Kotlin, это JavaScript, это Python. Это надо видеть. А теперь говорю для вас, Александр. Вот вам только в этот момент, да. Поэтому не лезьте сейчас в C++. Я вас искренне прошу. Вы просто запутаете, вы просто отличетесь. Вот когда вы выйдете на атрибуты, о чем мы раньше говорили, вот тогда будет для вас время. Вот если вы меня сейчас послушаете, то будет все правильно. По крайней мере, послушайте это видео несколько раз. Я вам описал, как двигаться. Саш, ну то, что вы программист, это 200%. Это 200%. Вопрос в том, что если вы будете торопиться, я уже на это не повлияю. Ну, а для новых ребят в школе, приходите в школу. Самое главное, что здесь можно найти, кроме уроков, это вы найдете свой путь. Есть, можно купить просто доступ. Можно заниматься индивидуально, если вам надо много времени, но это дорого, сразу скажу. Время, оно всегда дорого. Я точно буду продолжать блокчейн. Можно на сайте блокчейн купить доступ внизу. Да, то есть, theapp.spb-tut.ru 2p, да. И внизу там есть ссылка, где можно получить доступ к питону, жанго плюс блокчейн. Обращаю внимание для россиян. Оплата только с карты МИР. Ребята, именно с карты МИР. Мастеркард не пройдет. И по белорусской ссылке это требования системы МИР. Саш, ну, сейчас не только Саша. Ребят, ну вы поняли, что любой может программировать. И вы все для этого в силах. Просто надо разобраться. Сейчас, секундочку. Это поиндивидуальный, а эти доступы дешевые. Пока буду продлять акцию. Сколько там, потом посмотрим. Я к Саше хотел вернуться. И сказать. То есть, когда говорят там, ребят, что, ой, может программирование для меня, чушь все это, ребят. Надо просто разобраться, что у вас не получается. Как правило, всегда банальные причины. Банальные, да? Если человек начинает видеть эту причину, как только он один раз, вот как Александр, начал читать код, это уже никуда не денется. Он понял, да? Но еще куча фишек. Поэтому, что главное в школе Бовсуновского, это вы найдете свой путь. И писать будете, да? Быстрее намного, чем вы будете ходить, там и что-то делать. Это уже, я говорю прямо, это так и есть. Ну что ж. При этом, чтобы Саше написать, это ж я где-то неделю ходил, обдумывал. Я ж не так, что видео пишу с бухты-барахты. Да, я обещал еще видео, что вы посмотрите, дам обязательно по... за пять месяцев, вот это свои торнадо, которые Си плюс-плюс для себя открыл. Я про него говорил в видео. Там вообще был вариант интересный. И когда тогда Дима заявил, ой, когда я буду эти параметры изучать, мне это всю жизнь надо. И как поперло теперь. Видите, ребят, энтузиазм появляется в тот момент, когда вы ловите себя на мысли, что у вас получается. Что получилось, приходите в школу, найдем эту причину, да? Только работайте, работайте. И, как это сказать правильно, относитесь с дисциплиной. Здесь очень много советов в группе. Вы одному, второму, третьему обязательно найдете то, что страдает. И последний момент. Посмотрите вот здесь видео, еще видео крутой пайтерн. Обязательно найдете здесь разные истории, ребят, и свою историю, да? Что-то схожее с вами, да? Видео для прорыва в мозгах. Все, ребят. Ну, Саш, с вами понятно? Понятно, все получится. Спасибо за доверие. Поставьте лайк, порекомендуйте видео, пожалуйста. Пусть больше людей программирует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!